Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Самый топ цифровой безопасности – двухфакторная аутентификация. Поскольку если у вас легко можно увести пароли, о какой вообще цифровой безопасности можно говорить. У меня есть разбор Google Authenticator и Microsoft Authenticator. Ссылка в описании. Google был, мне кажется, первым или одним из первых подобных приложений. В скринкасте о нем я рассказываю, что это в принципе такое, поэтому повторяться не буду. С тех пор OTP приложений появилось достаточное количество и можно уже выбирать по удобству и безопасности. И вот одно такое под названием EndoTP мы как раз выбрали и сейчас установим. EndoTP работает только под Android. Два слова о безопасности, а по удобству уже в процессе скринкаста. Первое – открытый исходный код. У EndoTP он есть. Второе – какие разрешения требуются приложения. EndoTP в этом смысле просто лапочка. Им нужен только доступ к веб-камере для сканирования QR-кодов и возможность сохранить базу в случае, если вы соберетесь делать бэкап. Третье и четвертое – защита доступа с помощью пин-кода или пароля есть. Шифрование доступа есть. Ну, то есть тут есть все необходимое по безопасности и даже есть пятое, на мой взгляд, уже лишнее – защита от записи экрана. Это означает, что классический скринкаст сделать невозможно, поэтому поснимаю все внешней камерой. У вас тут будет чисто, я просто скринкаст уже сделал, только потом выяснил, что получил черный экран. Итак, новые аккаунты добавляются по QR-коду. Самый простой и безопасный способ. Я решил поэкспериментировать и добавить не новый аккаунт, а уже добавленный ранее в Google Authenticator. Настройки – безопасность. И тут настроить заново. Сканируем QR-код. Не буду показывать, как уж, простите, во всем виноват запрет на запись скринкаста. И получаем новый аккаунт в endotp от VK. К сожалению, он не подхватывает текущий алгоритм генерации кодов, а запускает новый. То есть коды в Google Authenticator не совпадают теперь с кодами в endotp и не работают. Ну, то есть вы таким образом переключились с одного приложения на другое. К сожалению, со всеми аккаунтами придется проделать такую операцию, поскольку переезд из Google Authenticator с помощью единой базы данных невозможен. Миграция там возможна только с одного устройства на другое с установленным Google Authenticator. Да и то добавлена эта функция не так давно, насколько я знаю. С добавленными аккаунтами мы можем осуществлять ряд манипуляций. Например, изменить. То есть изменить название. Или добавить теги на случай, если у вас тут много аккаунтов. Ну, а сам код можно скопировать в буфер обмена, хотя я привык их запоминать. Тренирую память. А еще тут есть вот такая штука весьма забавная — показать QR-код. То есть вы можете установить endotp на другом телефоне, с него просканировать этот код и у вас будет два телефона с доступом к аккаунту ВКонтакте. Ну и ко всем остальным аккаунтам, чьи QR-коды вы таким образом просканируете. Так, если свернуть приложение, то он заново попросит вас ввести пароль или пин-код. Я изначально установил вход по паролю, но в настройках можно поменять на вход по пин-коду. Я уже поменял, поэтому идем в настройки. Там же, кстати, можно отменить блокировку при сворачивании приложения. Настройки, слава богу, он записывать с экрана позволяет. Вот тут можно поменять способ аутентификации. А вот отмена блокировки при сворачивании. Вообще настроек здесь огромное количество, как и во всяком опенсорсном приложении. Сравните, например, с настройками Google Authenticator. Ну вот такая вот аскеза. Поэтому настроек мы касаться не будем. Это два скринкаста нужно на разбор. Тем более, что, как всегда, по умолчанию все прекрасно работает. А перейдем в резервные копии. База данных ваших аккаунтов хранится в JSON. Есть несколько способов хранения. В открытом виде, в зашифрованном виде. И можно настроить резервирование с OpenPGP. Но, наверное, это уже лишнее. Мы ограничимся просто резервной копией с шифрованием. Выбираем место куда. Я закину на Google диск. Хорошо, кстати, иметь на Google диске вот такую папочку, у меня она называется Crypt, которая зашифрована дополнительно криптомотором. И закидывать базу туда. Но я не буду сейчас сколдовать, а положу в открытом месте. И нас просят ввести пароль. Это не пароль от NTP, а именно пароль базы. Ну то есть вы его сейчас задаете. Хотя он может и совпадать. Все. Ну а на втором телефоне или на третьем или на четвертом вы выбираете восстановление из зашифрованной базы, вводите пароль и получаете доступ ко всем аккаунтам с первого телефона. Этого не видно, но поверьте, получаете. Собственно добавить тут нечего, просто пользуйтесь. Настоятельно рекомендую, прошу, умоляю. Все, любите друг друга и свои аккаунты. Тут можно перефразировать маленького принца, но это вы уж сами. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok